Всем привет! Сегодня поговорим про складную телескопическую дубинку фонарик Nextorch NL15L. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Поставляется все вот в таком вот тубусе. На тубусе сверху у нас прикреплен сертификат, говорящий о том, что дубинка прошла экспертизу и не является каким-либо оружием. Все скреплено ниткой, заклеено и присутствует печать. Не относится к категории холодное ударно-дробительное оружие. Здесь примеры, как оттестировалась эта дубинка. И по заключению экспертов, после пяти ударов она сломалась. Но, как по мне, пять ударов не так и мало. Ну и вообще, это оружие, скорее это не оружие, это скорее фонарик такой, аксессуар, который будет вам греть душу, что он у вас есть. Давайте смотреть внимательно, что из себя представляет данный инструмент. Такая вот упаковка. Вот в таком виде внутри все у нас расположено. Присутствует инструкция на английском языке. И вот такая дубинка. Длина ее порядка 23-24 см. Черное анодирование. Присутствует клипса съемная, стандартная, защелкивается. Можно переставить в любое из положений, если в этом есть необходимость. С одной стороны у нас расположен фонарик. Один режим. 100 люминов. Откручивается, закручивается голова. Питание от обычной пальчиковой батарейки. Батарейка шла в комплекте. Чтобы фонарик не включился, была защитная пластиковая проставка. Присутствует резиновый уплотнитель. В корпусе присутствует вставка без анодирования, которая проводит электрический ток. Ну и давайте теперь по самой дубинке. Шарик ударный для разбития стекла. Ну и сама дубинка. Раскрывается менее чем на 20 см. Ну такая игрушка. То есть общая длина в руке порядка 40 см. Ну и не знаю, что вы ей будете делать. Такой вот инструмент. По заключениям экспертов, сломалась дубинка где-то в этом регионе. В проточках, отвечающих за фиксаторы в открытом положении. Дубинка не складывается сама по себе. Чтобы ее сложить, необходимо нажать на фонарик. Он у нас утопится, и мы сможем спокойно сложить дубинку. Открывается, фиксируется без проблем. Складывается точно так же. При необходимости стеклобой можно открутить. Получим вот такую вот трубку. Присутствует резиновый уплотнитель. Все анодировано. Качество изготовления аккуратное. Нигде никаких замечаний к изготовлению нет. Ну вообще, не знаю, насколько такой инструмент необходим в быту, в машине. Здесь каждый сам решит для себя. Скажу лишь, что я как-то видел вот такие складные дубинки вот такой величины, привезенные из Америки. Раскладывались они в 40-сантиметровые, без каких-либо фонариков. В хвосте была кнопка для складывания. И вот он действительно такой инструмент, которым можно что-то делать. Здесь присутствует небольшой люфт. Ну и не знаю, испытывать ее на... поломать, это сделали эксперты в принципе. Так что, если в этом необходимость. Вот такой конструктив внутри. Стопорные кольца. Ну не знаю. Сделано все аккуратно. 1-2 удара. Если она выдержит, будет хорошо, конечно. Может быть, выдержит и больше. Зависит от вашей силы, площади соприкосновения в точке удара. Ну и мягкости самого материала, по которому наносится удар, наверное. Надо такая штука, не надо, опять-таки решайте сами. В данном случае присутствует сертификат, что это не является оружием. Сертификат идет из магазина. Если какие-то вопросы возникнут у правоохранительных органов, то уже это будет на совести покупателя, где он ее применял. Такое вот изделие. Nextorch NL15. Next 15. Бывают другие модели. Ранее были модели без фонаря. Сейчас появились модельки с фонарем. На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok